ВАДСЛАВ МАЛИЦКИ Фактическое потребление тепловой энергии жителями может отличаться от нормативного потребления, он может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Итог во многом зависит, конечно, от работы управляющей компании. Экономия на теплоэнергии возможна. Красноярский энергосбыт делится опытом как с помощью счетчика и благодаря другим комплексным мерам максимально сократить теплопотери и платить меньше. Сформировать группу специалистов, выехать в Канск. В течение двух недель будет проведена системная комплексная проверка и мне будет доложено о тех тарифных особенностях, которые есть в Канске. Губернатор Красноярского края распорядился провести в Канске проверку правильности начислений платежей за теплоэнергию. Так Виктор Толоконский отреагировал на вопрос одного из жителей города о непомерных суммах за отопление, появившихся в расчетках в некоторых районах Канска. Ребята, которые по полгода искали вопросы, ответы на свои вопросы, сегодня буквально в пять минут получили ответы, даже больше, чем ожидали. Бизнес и молодежь в конструктивном диалоге. Лидеры молодежных организаций Канска совещались с депутатом и меценатом Артуром Макарчаном и получили советы по воплощению в жизнь своих идей и надежду на поддержку своих инициатив. С 1 апреля литр бензина может подорожать в среднем на 6-7%. Накануне Владимир Путин подписал закон о повышении налоговых ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Согласно федеральному документу, ставка акциза на бензин повысится на 2 рубля за литр, на дизельное топливо – на 1 рубль за литр. В перечне которого коснутся изменения ставок акцизов указаны автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты. В Минфине заверили, что рост цен на бензин в текущем году из-за принятой меры не превысит 6,5-7% и будет в пределах инфляции. По мнению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, цены на топливо вырастут на 2-3%. Моторные масла, бензол и авиационный керосин пока не подорожают. В законе отражено также дальнейшее изменение акцизных ставок на период с 2017 года. Отмечается, что немного поднимутся ставки на спирт, содержащую продукцию и табачные изделия. Также повышение акцизных ставок ожидают автомобили с моторами мощнее 90 лошадиных сил и мощные мотоциклы. А вот на бензин и другие нефтепродукты акцизы в следующем году планируется снизить. К другим темам. Управляющая компания Красноярск Энергосбыт заявила о возврате своим каннским абонентам денег за отопление. Причина серьезная экономия от установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. Общая сумма экономии 2 миллиона 700 тысяч рублей. В среднем около 13 тысяч на каждую квартиру. Новость о возврате денег выделяется на фоне истории по всеместному дорожанию услуг. В Красноярск Энергосбыте нас уверяют, что реальной экономии и удешевления затрат добиться можно. При грамотном и комплексном подходе к теплосбережению. И это не только установка теплощетчика. Специалисты Красноярска Энергосбыта ежегодно планомерно проводят работы по уменьшению тепловых потерь. В том числе мы утепляем чердаки, двери, окна в местах общего пользования. Мы утепляем трубопроводы, мы утепляем межпанельные швы. Александр Печкаль, специалист по обслуживанию тепловых систем, демонстрирует нам один из общедомовых теплощетчиков. Это не один отдельный механизм. Целая система труб-задвижек. Почти полная автоматизация. Александр говорит, общедомовой прибор учета тепловой энергии может быть эффективным практически в любом доме при соблюдении определенных условий теплосбережения. Утеплены стояки подвальные, заменена запорная арматура. Была старая, меняли на новую. Но тут силами жителей и силами энергосбыта проведены ремонты. При этом образуется некая экономия. То есть на этом доме у нас экономим порядка 50%. Ситуация, при которой часть денег даже вернулась собственникам жилья, стала возможна еще и по причине отсутствия в 2015 году серьезных низких температур. Но в Красноярской энергосбыте все же считают, что главное вовремя провести комплекс мер по подготовке жилья к зиме. Фактическое потребление тепловой энергии жителями, он может отличаться от нормативного потребления. Он может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Итог во многом зависит, конечно, от работы управляющей компании. Мое глубокое убеждение, что, конечно, основное это качество работы по снижению потерь, чем, конечно, погодные условия. Но, естественно, очень суровая зима может, естественно, привести к начислению в большую сторону. Пока рачительное хозяйствование принесло экономию 11 домам, снабженных приборами учета тепловой энергии. Из тех, которые обслуживает компания в Канске. Полученный положительный опыт Красноярской энергосбыт планируют применять и далее. Установка счетчика вместе с теплосбережением, как видим, дает реальный эффект. Вацлав Малицкий, Вячеслав Морозов, 5 канал. Вопрос повышения платежей за тепло в некоторых районах Каннска был задан одним из жителей нашего города, губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому. Глава региона, отвечая в прошедшую пятницу на вопросы зрителей канала «Инисей», пообещал детально разобраться с возникшей ситуацией. Правильность начисления платежей в Каннске проверит специальная комиссия. Мы не можем в тарификации коммунальных услуг уйти от индивидуального подхода. Вот она есть там в Каннске такая котельная. У нее есть определенные экономические параметры. Может быть, котельная сама неэффективно была построена. Может быть, мощность котельной и объем потребления там диспропорцию имеет. Я буквально сегодня поручу и энергетической комиссии, которая отвечает за тарифную политику, и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сформировать группу специалистов, выехать в Каннск. В течение двух недель будет проведена системная комплексная проверка, и мне будет доложено о тех тарифных особенностях, которые есть в Каннске. Генерального директора Каннского предприятия, занимающегося поставками лесопродукции, заподозрили в контрабанде леса на 31 миллион рублей. Факт незаконной вывозки лесоматериалов установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России Каннский. В совершении преступления подозревается генеральный директор предприятия, занимающегося поставкой лесопродукции. Мужчине 47 лет. Он житель нашего города. В рамках оперативно-следственных действий сотрудники полиции установили, что организация путем предоставления недостоверных документов получила лицензии для таможенного декларирования, по которым в дальнейшем был вывезен круглый лес породы сосна на сумму более 31 миллиона рублей. За столь весомый ущерб казни Родины и наказание предусмотрено суровое. Тем более, что лес относится к группе товаров и ресурсов, стратегически важных. В отношении руководителя предприятия стражи порядка уже возбудили уголовное дело. Следственным отделом МОМД России и Каннске возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрено частью первой статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание на срок до 7 лет лишения свободы. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания Каннск, 5 канал. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Как стать успешным и реализовать бизнес-идеи. Об этом говорили за круглым столом представители молодежи и депутат по 4 округу. Каким будет март? Прогноз погоды на месяц от каннских синоптиков. Что ждет нас в свежем номере полезной газеты? Также вы узнаете, где отметить предстоящие праздники и кто стал победителем первенства России по рукопашному бою. Не переключайтесь. Вы достойны ее. Роскошная и элегантная обувь от известного кутерье Пьер Карден подчеркнет ваш уникальный стиль класса люкс. Эксклюзивно в магазинах Кари. Слушайте в Каннске на ФМ 102.2. Радио Энерджи. Телефон отдела продаж в Каннске 21761. Компания «Барнас» открывает большой торговый комплекс «Юланский». Приглашаем жителей Каннской района на открытие 6 марта в 10.00. На въезде в город Иланский по правой стороне. В программе торжественная часть, живая музыка и, конечно, сцены, которые бывают только на открытии. Телекомпания «Каннск. Пятый канал» представляет антикризисный проект «Цена вопроса». В новом выпуске программы рассказ о сети магазинов «Российский трикотаж», где можно приобрести красивую и качественную одежду для всей семьи, а также выбрать подарки для прекрасных дам к женскому дню. В Краеведческом музее мы выяснили, сколько стоит интеллектуальный отдых. А в кинотеатре «Космос» как получить 10-процентную скидку при покупке билетов в кино. «Цена вопроса». Программа об антикризисных предложениях. Товарищ, это цветочная революция. Только у мамы Лозы все цветы по обдовым ценам. Телефон 3900. Канц Клада. Автомобили «Лефан». Обновленный «Х-60» автомат и новинка «Х-50». Ставка по кредиту 7,34%. Оформление на месте. Производим ремонт, диагностику, техобслуживание автомобилей всех марок. Муромская, 15. В реальной жизни супергероев не бывает. Пожалуйста, не оставляйте детей на дороге. Мы продолжаем выпуск. Завтра, 2 марта, выходит в свет очередной номер нашей полезной газеты. Издание, на страницах которого только интересная каждому жителю города и района информация, можно найти в организациях, учреждениях, торговых точках, а также в редакции 5 канала. В новом номере материалы на самые злободневные темы. На пьедестал с протянутой рукой. Как спортсмены Каннска зарабатывают престиж города за свой счет. Глава Каннского района Людмила Красношапка ушла в отставку. Когда и кто будет решать, кому возглавить территорию? Кто должен ремонтировать тротуары вдоль дорог? Что делать, если работодатель задержал зарплату? Также вас ждут постоянные рубрики. Среда обитания, герой дня, здоровье. И новое задание конкурса для юных жителей Каннска. Ищите на страницах полезной газеты свежие спортивные новости, программу 5 канала, десятки выгодных вакансий и другую актуальную информацию. Читайте полезную газету. Издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Депутат Артур Макарчан встретился с лидерами молодежного движения Каннска. Полуторачасовая беседа прошла в неформальной обстановке в недавно открытой каворкинг-зоне возможности. Молодежь хотела получить от успешного предпринимателя и мецената советы по воплощению в жизнь своих идей и, возможно, найти поддержку инициатив. Встреча с депутатом в неформальной обстановке была задумана для того, чтобы старший, опытный и успешный что-то посоветовал начинающим. Инициатив у каннской молодежи много. И спектр их интересов довольно широк. От пропаганды здорового образа жизни до благоустройства города. От исторической реконструкции до реализации действий любой из мировых армий. Какие-то начинания получают поддержку сразу. Над какими-то рекомендуется еще поработать. Однако кое-что уже воплощено и работает. Нам не чинится никаких преград, в частности, наших инициатив. То есть мы мало того, что получаем помещение абсолютно безвозмездно для своих личных каких-то нужд, мы их используем в частности для следующих проектов. Вот помещение, в котором проходит сейчас семинар, это каоркинг-зона, это зона для молодых людей, которые являются инициативными, которые хотят продвигать свои молодежные проекты. Среди реализованных два проекта. Секция «Винчун» уже переросла в федерацию, первую в Красноярском крае. Ее организаторы сейчас набирают желающих и начинают тренировать. Второй проект – это фитнес-выходной, тоже довольно перспективный, объединяющий людей разных возрастов, неравнодушных к физкультуре и спорту. Это же помещение в Порт-Артуре получит еще одно безвозмездное применение. Здесь будут проводиться соревнования по робототехнике и настольным играм среди школьников. Места всем хватит. Турнири, выставки всякие, пожалуйста, это вообще не вопрос. Я готов не помочь, а просто есть это помещение, вы будете использовать. А другое дело по поводу, это все индивидуально, если будет необходимо, тогда приедете, мы, соответственно, никогда не будем отказываться. Чем сможем, тем поможем. Хорошо? Ребята, которые по полгода искали вопрос, ответы на свои вопросы, сегодня буквально в пять минут получили ответы, даже больше, чем ожидали. Очень активно предлагают направление реконструкции, историческое, патриотическое воспитание. Ребята, спорт, здоровый образ жизни сегодня здесь также прозвучало. Ну и самое актуальное то, что сейчас это благоустройство города. Да, молодежи, как оказалось, это тоже очень интересно, но благоустройство с той стороны, с которой они это видят. То есть это не просто там лавочки во дворе, а какие-то более интересные вещи. Встреча получилась интересной, информативной и конструктивной. Ее участники спорили, доказывали, соглашались, делились увлечениями. Теперь никого уже не удивит, если сторонники исторической реконструкции после такого общения выйдут на субботник по благоустройству дворов родного города. А последователи борьбы Винчун решат принять участие в фитнес-выходном. И, быть может, совместными усилиями эти люди сделают жизнь в Канске ярче и насыщеннее. Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В марте зима иззади и спереди. Так гласит народная мудрость. В этом месяце все опять может закружиться в снежном хороводе, а морозы временами снова могут стать по-настоящему суровыми. Но, как говорится в другой народной пословице, хоть зима и злится, а все одно весне покорится. О том, каким все-таки будет март, в предварительном прогнозе от синоптиков далее. По предварительным прогнозам метеорологов, в наступившем марте среднесуточные температуры ожидаются на 1 градус выше нормы. Однако синоптики не исключают, что столбик термометра покажет нам еще более высокие температуры, в отличие от наблюдаемых сейчас. При обладающей температуре днем будет наблюдаться минус 6, минус 11, а ночью минус 11, минус 16. Будет у нас понижение температуры во второй пятидневке, начало второй декады и третьей декады. Там температуры довольно низкие, минус 18-23 ночью, а днем минус 11, минус 16. В конце марта погода порадует жителей города ожидаемым повышением температуры до плюс 5, плюс 10 градусов. Основные осадки выпадут в первой и второй декадах марта. Третья декада месяца обещает быть преимущество сухой. Насколько это возможно весной? Евгений Гамзюков, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. В Новокузнецке прошло первенство Сибирского федерального округа по рукопашному бою среди девушек и юношей. В трех возрастных группах. 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Эти старты собрали около 300 спортсменов, представителей 9 регионов Сибирского федерального округа. В составе сборной Красноярского края выступили 10 воспитанников спортшколы «Барс» Каннского района и Каннского филиала краевой детско-юношеской спортивной школы. В копилке наших спортсменов одно золото, одно серебро и четыре бронзы. Призеры получили путевки на участие в первенстве России, которое пройдет в конце марта в Туле. Сборная края стала третьей в командном зачете. А с 25 по 28 февраля в Новокузнецке состоялось первенство России по рукопашному бою среди молодежи от 18 до 22 лет. Участниками стали более 150 спортсменов, представителей 28 регионов России. В составе сборной Красноярского края в соревнованиях участвовал Амурбеку Лурустамбек, подопечный тренеров преподавателей Максима Прилипко и Эдуарда Гаджаняна. По результатам поединка в Рустамбек занял третье место в весовой категории до 60 кг и выполнил нормативы мастера спорта России. В командном зачете Красноярский край занял третье место. В завершении выпуска подробный прогноз погоды на среду и другая полезная информация. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте заходить на наши страницы в социальных сетях. С вами был Вацлав Малицкий. Всего доброго. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Ведущая с разнообразными конкурсами, призами и подарками. Приглашаем всех гостей и жителей города Каннска провести эти весенние праздники в нашей прекрасной обстановке. Зажигательная атмосфера, танцы и много-много музыки – это не все, чем собираются удивлять в сердце города. Меню также порадует гурманок. В преддверии 8 марта здесь разработали сразу несколько новых блюд. Начиная от горячего, заканчивая вкусными напитками. Причем при бронировании столиков вас ждут скидки. В нашем меню появилось новое блюдо – салат «Хатрин». Низым дамам придется по вкусу за его нежность и оригинальное оформление. Также из новинок – семга в укорном соусе и разнообразие коктейлей. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. В честь своей первой годовщины весь март скидка 10%. Вы можете не только отпраздновать в кафе важное событие или юбилей, но и провести детское мероприятие со специально разработанным меню, в которое входят пицца, салаты, мороженое, сладкие коктейли и многое другое. А в дневное время сердце города ждет деловых людей на бизнес-ланчи. Бронирование проводится по телефону 3-40-40 и 8-913-550-17-60. В сердце города найдет подход к любому клиенту. Ольга Ваниева, Александр Минеев. Специально для рубрики «Полезно знать». Читайте в свежем номере газеты «Каннские ведомости». Скользкие автобусные остановки. При посадке в маршрутку можно сломать ноги и угодить под автобус. Глава Каннского района Людмила Красношапка ушла в отставку. Читайте подробности. В рамках рубрики «Встречи в романе» интервью с режиссером Андреем Пашниным, который расскажет о премьере нового спектакля в Каннском драматическом театре. Также на страницах газеты новости и полезная информация в помощь тем, кто хочет усыновить ребенка. Анонсы культурных событий, репертуар Каннского драм-театра и самая полная телепрограмма, включающая программу телекомпании «Каннск-5 канал». Сканворд, анекдоты и гороскоп. Все это в газете «Каннские ведомости». Издание, которому можно доверять. Здравствуйте, меня зовут Ольга. И в ближайшие несколько минут мы поговорим о погоде и не только. Ежегодно 2 марта отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения, сведения разнятся. Ясно одно – спички на протяжении многих десятилетий были одним из важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они остаются самым удобным и дешевым способом добывания огня. Прогноз погоды представляет торговая сеть возле дома и магазины булочные. В праздничные дни освободите себя от лишних хлопот. Полуфабрикаты для фуршетов и забилие кондитерских изделий уже готовы для вас в магазинах булочная и павильонах торговой сети возле дома. Мини-тарталетки для гастрономических и сладких начинок – новые идеи к вашему столу. Приготовить мини-пирожные и оформить закуску совсем просто. Готовые тарталетки во всех павильонах торговой сети возле дома и в магазинах булочная на 40 лет октября 52 и Эдэймана 22. Прогноз погоды представляет торговый центр Евродекор. Цены тают в торговых центрах Евродекор. Весь март покупайте керамическую плитку со скидкой 20%. Евродекор. Приятно выбирать, выгодно покупать. 2 марта пасмурно. Небольшой снег. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура ночью – минус 9, минус 13. Днем – минус 6, минус 10. Субтитры предоставил DimaTorzok